И всем еще привет, с вами Гантриус, мы продолжаем играть в Kingdom Rush, Blackburn, Castle, да, Aron Challenge, и кстати, это последняя серия будет по Kingdom Rush, именно первой части, и возможно мы потом уже продолжим играть по вторую часть, как только я ее куплю, конечно, естественно, я же не буду качать с интернета, вирус там, все дела. Потому что одна звезда осталась, и я прошел вот этот уровень, потому что, как я понял, у меня не был закончен Heroic Challenge, потому что я его провалил тупо. Что ж, давайте закончим, и погнали, Aron Challenge, только солдаты и маги, погнали. У нас по-прежнему тот же самый Хексов, вот, кстати, это классно, кстати, очень классно, так что давайте поставим сразу же много магов, потому что, ну, маги, 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 все дела. Много, конечно, их ставить не будем, вот здесь, короче, мы не ставим, потому что, ну, это тупо и глупо. Так, сын, наверное, здесь, вот, отлично, погнали. Я думаю, что пока что мы будем справляться, потому что это будет довольно изи, потому что маги, 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 куча маг. Так, и до сих пор я не могу понять, что это за ссылка, возможно, какой-то фильм, возможно, и нет. Нет, я не знаю, короче. Кстати, шип превратился, так сказать, классно. Я такой сразу смотрю, охренеть, она в эту превратилась, в чертову. Так, давайте запульнем, потому что я боюсь, что все-таки кто-то пройдет. Нам этого, конечно же, не нужно. Кстати, у них, у них, ну, блинский. У них очень хорошо иммунитет разве, разве, разве. Ну, хочу понять. А это довольно плохо, наверное. Ну, если так судить. Такс, пусть покажут задамажит. Конечно, это очень плохо. У них иммунитет. Вот если бы у них не было иммунитета, было бы супер, на самом-то деле. А так у них иммунитет есть, типа все дела. Опа. Такс, окей. Пока что наш персонаж не вздыхает, потому что, ну, ведьма отвлекается на нашего персонажа, героя, то есть. И, в принципе, изи, потому что, смотрите, еще превращает... А, они и так, они превращены, лол, серьезно? Ха, это забавно, кстати. Пока что улучшаем всех, наверное, магов до второго уровня. И, по-моему, тут еще улучшаем, потому что я думаю, что кто-то вылезет все-таки. Я так думаю, на самом-то деле. И так, кто знает. Ну, пока что качаем здесь, пока что сверху, а потом уже снизу будем качать, естественно. Так, наш персонаж что-то вообще не активничает. Так, давай. Мачика у него. Надо уровень им прокачивать с роль, потому что нам нужна ульта. Ульта, ульта. А зачем нам ульта, если практически все не наземное, а только летает? Значит, будем качать. Ну, вот. Так, ладно. Здесь прокачаем и все. Ну, и, короче, качать очень много, короче. На этой карте довольно мало пасхалок, на самом-то деле. Потому что, ну, или даже практически их даже нету. Потому что, ну, кроме вот этих рук вылезащих, кроме вот этих чуваков, которые заперты там. Которые до сих пор так и не смогут никогда уйти. Какой-то король, наверное. Я не знаю. Вот этот король. Я не знаю, реально, на что эта отсылка. Потому что, ну, я не особо много отсылок знаю к Kingdom Rush, на самом-то деле. Что по поводу о Kingdom Rush Frontiers. Буду ли я проходить вообще эту саму часть? Возможно, да. Ну, когда я куплю ее. Естественно. Я же не буду в браузере играть. Угу. Логично. Все играют только в Steam. Угу. Тем более... Тем более, сами поймите. А в Steam тем более сохраняется твой, как бы, ну, достижение. Типа, ты можешь все равно продолжать так же играть. А так придется тебе опять все заново проходить, если скачаешь снова с интернета и прочее. То есть, ну, это будет не круто. Со Steam и лучше. Конечно, игра стоит дорого, киномрошонтайз. Но я буду ждать лучше скидок, когда будет. А это, когда будет, никто не знает. Еще Iron Marins есть какая-то игра от Ironhide. Я не знаю. Это будет то же самое, как киномрошонтайз, только про космос и с другой стратегией какой-то. Возможно, сыграю на телефоне. Ну, куплю, то есть. То, что она там дорогая. Ну, я бы хотел сыграть, на самом деле. И еще бы купить киномрошонтайз, вообще будет зашибись. Потому что, вообще, по сути, у меня фронтайз пройдено на телефоне. Потому что я ее купил, естественно. Потому что она стоит там намного дешевле, чем в Steam. И то есть, вообще четко. Киномрошонтайз я также прошел. Причем, в Ориджинсе я закупил где-то, наверное, практически всех героев. Потому что я хотел за каждого протестировать. Конечно, естественно, у меня там самое лучшее это Вейзнан. Вейзнан, вроде, да. Этот босс, который находится у нас тут в Киномроша, первой части, да. Его сделали в третьей части как герой. Кстати, герой, на самом деле, он очень как имбовый. Я, конечно, не буду спелить. Можете сами сыграть и купить. Он, в принципе, стоит дешево, в принципе, как 50 рублей вроде бы. Или 40, я не помню. Так что, в принципе, четко, на самом деле, четко. Окей, пока что у нас барашки идут. Пока, в принципе, летающие эти. Так что все зашибись. Вообще, на самом деле, самая моя любимая часть, конечно, это Ориджинс, естественно. Хотя и Киномрош тоже ничего такое, на самом-то деле. Но, все-таки, я больше придерживаюсь к Киномрошу Ориджинс. Потому что там есть этот Вейзнан, собственно, и мы прошли их, кстати. Так что, да, это вся последняя серия. Я не знаю, на что будет. Короче, я буду ждать, короче, скидки в стиме. Возможно, куплю Киномрошу Фронтайрес. Даже без скидок, кто знает. Так что, на этом все. Серия подходит к концу. Мы закончили первую часть. Это было довольно большое приключение, на самом деле, которое длилось полтора года, если так судить. Ну, вот, видите, все абсолютно пройдено. Везде абсолютно все пройдено. Все дополнительные уровни какие-то. Я их, конечно, проходил вне записи, потому что я тогда не снимал. У меня тогда... Ну... Я не особо развивал свой канал, потому что я не стал снимать вот это все прочее. Хотя... Нет, я снимал вот этот уровень вроде. Я снимал. Я не помню, реально. И этот тоже снимал. Короче, я много реально снимал уровней, на самом-то деле. Но я не особо проходил их прям часто. Да и в Киномрошу я не особо часто играл. Часть всего я, наверное, играл... Ну, а что? Ну, в Роблокс, естественно. Потому что Роблокс больше занимал... Занимал времени моего. Кстати, как мы видим здесь, видите, Киномрошу Антарс начинается. Вообще, по сути, это одна самая большая, огромная карта вселенной Киномроша. То есть, вот тут находится Киномрош... Первая часть. Тут Киномрошу Антарс. И где-то там идут, короче, вот эти же... Эти, как его... Джунгли там и прочее, короче. И в Киномрошу Ориджинс также есть. Но это уже где-то вот там уже где-то начинается. И также, также... Киномрошу Антарс, да? Где уже нам придется играть за сторону зла, а не за сторону добра. И тут уже совсем поменяется совсем вот вся карта. Но она по-прежнему останется та же самая. То есть, вот будет вот эта основная часть такая. Вот, знаете, такая ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот такая. И, короче, самое финальное будет это вот Бост, который вот тут находится. Но она просто изменена сама по сути карта. Она будет, на самом деле, очень крутая. Я не знаю, стоит ли снимать на телефоне или нет. Я подумаю, реально подумаю. Так что, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...